Ну что, друзья, всем привет! Дота 2 Champions League 10 сезон продолжается в самом разгаре и у нас матч Чипсы против Runeter's. Чипсы, коллектив, который вышел с открытой квалификации в этот сезон, будет сражаться против команды, которая уже не первый сезон у нас играет и не первый сезон показывает на самом деле неплохие результаты. Ёжик и Джем будем смотреть вместе с вами. Джем, привет! Как у тебя настроек к этому матчу? Здорово! Пока, ну, Runeter's выглядит как явный фаворит. Опять же, я пока что не имел чести наблюдать за игрой Чипсов. Вчера я слышал, было легендарное противостояние Чипсов против Сухариков, как говорится. Эта битва была легендарной. Наверное, Сухарики вышли там победителями, судя по тому, что я увидел, по крайней мере, в таблице. Да, 2-0. Да, вот. Поэтому, как бы, будем знакомиться сейчас с командой. Runeter's — это частые гости, как бы, сыгранные ребята, так что... От них, как говорится, ждем большего. Но пока что, в целом, учился в драфт уже неплохой, если так посмотреть. Но пока пометь все вроде. Нет каких-то, знаешь, просто команды, которые вот новички, которые только врываются из OpenQual. У них там есть, как правило, какие-то свои, там, стратегии, наработки, какие-то герои, которые, там, только они берут и их используют. Но пока этого нет, по крайней мере, на первой карте. Ну да, это правда. Пока у Runeter's, на самом деле, драфт... Ну, опять же, будем отталкиваться от того, что у Чипсов есть Медуза уже. Да, и против Медузы обязательно должен быть какой-то герой, который очень хорошо против этой Медузы работает. Снайпер условный, да, мы всегда вспоминаем. Антимаг какой-то. Но вот антимаг у нас, кстати, не в бане. Он все еще может появиться. Дровка хороший вариант. Только что мы увидели. Дровка была бы норм, но ее часто, на самом деле, банят, как правило, против Медузы. Антимаг это крайне ситуативный вариант. Вообще, на самом деле, антимаг, антимагов именно, которые выходили именно поиграть, я уже, ну, одного или двух видел за последний месяц. Как правило, чаще банят, чем берут. Угу. Ну, посмотрим. Интересно еще, на самом деле, что у нас наши друзья из Винлайн думают на этот матч. Я думаю, что мы озвучим это уже под конец драфтов, потому что, как правило, драфты сильно... О, коэффициенты сильно меняются под конец именно кто-то, чем будет играть. Ну, пока предварительно могу озвучить информацию от наших друзей из Винлайн. 1.6 у нас на Рунейтерс и 6.3 на команду Чипсы. Чипсы прям... Очень не верят в них здесь, но кто знает. Пак пока что появляется. Ага. И у нас получается интересная ситуация. ДПшка, судя по всему, пятеркой будет у нас Рунейтерс. Драгонайт в сложную вместе с Мираной и Пак на центральный коридор. Ну, против Эмбера неплохо смотрится, но, опять же, неоднократно мы и на прошлом сезоне отмечали, и продолжать будем отмечать, что Пак сейчас, конечно, не так силен. Опять же, за счет того, что изменили ему Аганим достаточно сильно, теперь нет контроля сквозь Блокинг Бар, вот, и как бы Пак контрится одной БКБшкой, и все. Да. Ну, а так, в целом, герой хороший, подвижный, мобильный, ну, и вообще, если посмотреть, у Рунейтерс такая уже хорошая агрессия, да. ДПшка с экзорцизмом Драгонайт в форме, эти два героя отлично работают по строению, не хватает плотного, хорошего кора, который просто будет стоять, настреливать издалека, желательно раздавать урон. Пахнет дровкой какой-то. Ну, я думаю, что я за баня, скорее всего, да, вот она, собственно, в бане. Поэтому, как говорится, не стоило надеяться зря. Можно придумать каких-то монобернеров, и правда. Можно, с другой стороны, не париться, взять что-то такое более топорное, как вариант, ТБ тоже забавен, к сожалению, да. Ладно. Ну, хочется именно демеджа. Демеджа именно с руки, потому что, если вдруг, не дай бог, игра здесь затянется, у Рунейтерс к лейту могут быть проблемы. Ну, потому что Медуза, мы знаем прекрасно, на артефактах способна переворачивать игры и способна воевать соло против, ну, всей команды вражеской. Медуза и еще и Эмбер Спирит. Да, тем более, тем более. Но Эмбера я уже ставлю здесь больше как второстепенного героя, как Кора, потому что вся надежда, наверное, в первую очередь на Медузу будет. Да, у Чипсов пока неплохой драфт. Вот у Рунейтерс мне действительно непонятен этот пак, в том плане, что да, он суперактивный, да, он постоянно двигаться по карте, может напрягать кого-то, может Эмбера цеплять против Бэйна, очень классно работает. Но это же все-таки герой, который как раз с Медузой, например, бороться вообще никак не может, да и с Эмбером на слотах в том числе, а это Кор второй позиции. И у Рунейтерс есть небольшая проблема в том, что у них довольно долгие кулдауны, да, кулдаун экзорцизма, кулдаун формы. Нужен какой-то герой, который не будет зависеть от этих самых кдшечек, то есть был условный там вариант Террблейда, да, который в бане. Он бы тоже мог подойти, но опять же, ты должен ждать меты, пока мета откатится, только тогда драться, вот это все. Можно условно на самом деле морфлинга сейчас забрать какого-то Рунейтерс на Кора так же и спокойно здесь играть. Опять же, то, что пак плохо работает против Медузы, драться не может, я согласен, но пак очень круто может по саппортам работать и вырезать за счет макроскаста и так далее. Тот же Бэйн и прочие герои могут страдать. Ну, без мастера, но флейн. Контроль, опять же, у Чипсов вообще неплохо так, если посмотреть по драфту, очень простой уверенный кор, да, Медуза, который в принципе в фарме неприхотлив, там спокойно, как и на линии стоишь, если только линию, конечно, не залил, там, в салат просто, ну, в целом, если у тебя хотя бы средняя игра идет, средний темп, у Медузы по артефактам все хорошо. Два контроля сквозь Блокинг Бар, это тоже супер неприятно, плюс нереальное количество вижена будет за счет того, что бис там будет раскидывать птичек и так далее. И вообще, я бы сказал, что шансы-то так неплохие. Ну, в итоге Кунка. Ну, я так понимаю, у Руин Нытр здесь все на ол-ин, что, типа, они задавят на опыте, на скилле, потому что, ну, не дай бог им затянуть игру, опять же, повторюсь, потому что если игра перейдет в лейт или там глубокий лейт, то шансов мало. Ну, на темпе хороший драфт. Да, я согласен, я согласен, темп есть. У чипсов мне драфт супер нравится, потому что здесь все сбалансировано. У тебя есть контроль через БКБ, у тебя есть массфайт, у тебя есть какой-нибудь крутой лейт, у тебя есть... То есть у тебя два даже контроля через БКБ, это финсгрип и рор. Мне прям очень нравится драфт чипсов. Руны Терс, да, классный, интересный тоже, интересная задумка, по крайней мере. Но вот как она здесь будет исполнена, большой-большой вопрос, потому что опыт есть у Руны Терс, это понятное дело. Но чипсы-то тоже, не просто так, я думаю, прошли открытые квалификации и должны были какую-то подготовку. Ну, я думаю, что скилл-то у них какой-то определенный имеется, с этим спорить никто не будет, но, опять же, против хорошо сыгранной команды не факт, что все пойдет. Опять же, для меня пока что чипсы — это команда, как говорится, загадка, я еще не... Ну, по одной серии сложно судить, да, выводы какие-то делать о этом коллективе. Посмотрим сейчас, как будет все на практике. Ну, если отталкиваться чисто от драфтов, я бы сказал, все неплохо у них. И реально, если они не проиграют линии в салат, то шансы очень даже хорошие, я бы сказал. Но по-прежнему наши друзья из Винлайн не верят в чипсов и ставят на них 6,3 даже. Вот, а на Руны Терс 1,08. Вот такие коэффициенты. Также, кстати, не забывайте кликать по баннеру под нашей трансляцией, получаете 2000 рублей фриспинов. Ну, вы поняли. В общем, на предикт можно будет поставить эти денежки, и, возможно, вы сможете выиграть, если угадаете победителя этой серии. Да, да, это вполне вероятно. Кстати, про коллектив чипсы. Вот вспомнил, что рофлили еще с никнеймов, да, таблетки на хардлине, и Вячеслав. Вячеслав, кстати, это парень, который играл, по-моему, где-то уже. Я помню, он проходил открытые квалификации с другим коллективом. Правда, вот, честно говоря, сейчас вспомнить куда очень трудно. У меня есть ощущение, что я вообще видел его где-то в американских лигах. Но это, конечно, не точная инфа. Я потом перепроверю, но такое вот ощущение имеется. И парень-то вроде как способный довольно на четверке. Мы будем смотреть на него тоже пристально. Да и в целом, да, опять же, у нас много игроков из таких не самых именитых коллективов, да, они потом переходят куда-то, ну, на другой уровень, да, условно вспоминаем. Свидон Стронг, который играл в нове на четверке сейчас, как бы отыгрывает в Na'Vi. Я бы сказал, это нормальная практика для молодых, особенно игроков, которые приходят на профессиональную сцену где-то там, поиграть условно в Tier 2, может быть даже в Tier 3 команде, условно показать какой-то хороший результат, и тебя, как правило, заметят, заскаутят. Если раньше условно скаутили игроков, как правило, из пабликов, да, там вот как, например, с Мираклом, да, история всем известная была, как его все-таки забрали, потому что он был там топ-1 рейтинга, все дела, крутой парень в пабликах разваливает, его просто заскаутили, пригласили в команду, долгое время играли чисто на него, потом он там адаптировался, и вот он уже полноценный профессиональный игрок, ты один уровень. Сейчас, за счет того, что есть достаточное количество турниров, да, не только в нашем регионе, то есть вообще проходит там, условно, не Tier 1 уровень, где можно себя попробовать, где можно пройти открытые квалификации каждому, условно, так что это тенденция хорошая, то, что новые игроки появляются. Да, да, это классно. Ну и у RunEaters есть игрок, которого я уже очень много раз отмечал, который мне очень нравится на тройке, это Клауд. Клауд на тройке отыгрывает просто шикарно, на Марсе, на ДК, кстати, тоже очень круто играет, поэтому тоже за ним. Опять же, не будем забывать, что RunEaters это же ребятки, которые выигрывали третий сезон, Dota 2 CL, так что, ну, тут как бы потенциал нехороший. У них тогда был тройка Лейс, по-моему, как раз? Да, у них немножко другой состав был, но в целом-то костяк команды остался тот же. Так, ну что, у нас стычка будет, какая-то Клауд? Ну, вообще, RunEaters сейчас хорошая позиция, чтобы выйти в спину, условно, если вот сейчас появится баунтирун, если не прочитают этот момент никак парни из чипсов, потому что вард стоит, вижу много, все прекрасно видят. Имеется стрела, Эрл, опять на Миране, очень любит зону эту Миран, да и в целом сейчас Мирана в последнее время очень часто у нас пикается. Здесь, в принципе, есть и комбинация под стрелу, да? Имеется стандыка очень долгий, торрент, крест, все, что нужно. Ну, кстати, чипсы не решили. Утимно, рон в топе. Тем не менее, 2-2-2 у нас будет по баунтирунам, спокойно, начало, в общем, драться не стали. Ну, окей, почему бы и нет. Тут у нас Бейн как раз-таки фейсчекнул немножко, получит урона, малость, но вряд ли кто-то погибнет. Да, нормально, нормально распределились ребята. Медуза, как будет здесь стоять Медуза против ДК, против Мираны? В принципе, такой самый-самый, что ни на есть, стандартный матчап у нас на топ-линии, да? Медуза плюс Бейн против ДК и Мираны. Самый, наверное, метр в принципе сейчас. На доту-2 чемпионс лик уж точно, пауза ставится, а там, кстати, в Бейна стрела залетает. Ну, она такая коротенькая, достаточно будет, посмотрим. Да, я думаю, что вряд ли вот здесь заберут, он сейчас просто отъестся убежит, контроля не хватит. Но пробьют достаточно сильно. Но придется использовать Брейнсап, придется, скорее всего, даже танго кушать. Ну, так, выбили регенчик вначале, тоже неплохо. И ДК собирается в 2 брейсера плюс Оринг. Я бы сказал, это дефолтный билд, сейчас драйв для Драгонайтов сложную. То есть, как бы, раньше, если мы набрали, как правило, оффлейнера с возможностью собирать армлеты, либо доминатора, за счет того, что шлем ты можешь купить, да сейчас вот новое, как новое, уже, в принципе, дефолтный мета, это через брасерки играть. Кстати, Бейн тут реально накидал ИРОП прилично по лицу, там еще и Медузу месяц, что-то как-то вообще жестко взяли за линию, и сейчас рунтаж сверху. Схп оставили обоих героев. Слушай, Бейна тут поаккуратнее нужно быть, на самом деле. Да. Бейн, брейнсапчик пошел. Стрела не попадает. Нет, 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 сложно будет так закинуть. Снизу у нас Кунка, Кунка против Бесмастера, как бы, в целом, у Кунки не должно быть больших проблем здесь по фарму. Пока что ДП-шка развлекает во всю Белку, Белка там, Курьера, кстати, не смогла снизу подрезать. Неприятненько. Варди, кстати, имеется, если что, в наличии, но он, типа, он больше на перемещение, если обратить внимание у команды Чипса. У ее и Маэстро, а ЛХП остался. Вот, обычно просто вард вот этот вот, который в лесу, его повыше предпочитают ставить, чтобы контролировать передвижение курьеров на линию, потенциально, да, чтобы ты четверочка забегал-забирал. На Белке это делать вполне себе комфортно. Ну, то да. Так, продолжает здесь Вячеслав напигать. Ну, в принципе, я думаю, что пока, пока здесь какой-то агрессии ни с одной, ни с другой стороны не будет. В центре Эмбер Спирит против Пака, тоже дефолтный матчап. Ну, и здесь пока что и у Хейза, и у Сомпи все классно. Ну, я не думаю, я не думаю, что слишком сильно здесь Хейз просядет. В целом, Эмбер даже поинтереснее смотрится на этой линии, относительно Пака, вот. Битва скилла, в первую очередь, снизу, тем временем Белка все-таки добегалась. И забрали второй левел под торрент, я так понимаю, да, попало. Накрыло, как говорится, волной. Легенький ферзбат получился для тех 2000. Вообще, вот, ферзбат отдавать не очень хорошо. То есть, когда их забирают, особенно кор, это прям печально. Как можно быстрее эти 2000 везет себе бассирочки, скорее всего. А, нет, шлем. А, нет, но здесь, здесь как раз в его случае будет шлем, само собой, потому что армлет, как можно быстрее хочешь. Ну, шлем тебе много дают на линии. Армор, реген, просто. Таких героев, как Кунка, просто грех не собирать. Армлетик. Учитывая, что есть баф корабля всегда на тебе, там, в драках, тогда очень полезно. Сверху тут не особо интересно линия, в целом, потому что драгонайт будет на фрифарме и вряд ли его смогут выселить как-то. То есть, он сейчас дожил, он уже дожил до 3-го левого, вторая посевка, все ему пофигу, в целом. Бьешь его, не бьешь ему как-то. Ноль урона залетает. Понятное дело, что если он там забежит куда-то под вышку, там, ну, получает тысячик, его могут забрать, но я думаю, что Клауд себе такого не будет позволять здесь на линии делать. Нет. Донайд очень неплохо. То есть, по-донайд и Эру, и Клауд крипов у Медозы, и Медозы 9-2 идет. Не самый лучший крипстат. Ну, я бы сказал, в целом... Ну, Медузы не должно быть так много... Ну, такой большой просадки по Лосхитову, конечно, здесь видно, что, возможно, скиллуха просто повыше именно урона Терс. Вот они линии очень хорошо поддушили. Ну, это в целом, я не думаю, что сильно отразится на Медузе, потому что она продолжает будет все равно фармить. Да, может быть, на линии сложится все не лучшим образом, но рано или поздно нападет леса, учащает его фармить. Снизу, да, там. Вячеслав! Уходит. Те 2000 очень классно сделал. Как только Бушвак кинул Худвинг, он сразу же съел дерево. Фариком успел. Причем, на самом деле, вблизи максимально был дан Бушвак, но те 2000 на реакции круто сыграл. Ну, Вячеслав напрягает, пытается, по крайней мере, но Кунку сложно напрячь, да, тем более, когда у него же шлем имеется. Опа, Эмбер Спирит. Ну, это ошибочка от Хейза, я так понимаю, что ты решил занаглеть. Как-то легко слишком изобрали. На самом деле, возможно, дело в пинге, если признаться честно, потому что я периодически смотрел на Мид, и там были моменты, когда Пак не уворачивался шифтом, то есть шифт у него задержкой залетал, прям вот когда уже скиллом получил, возможно, именно пинг решает сейчас. Ну, что Пак все-таки достаточно зависим от пинга, как персонаж на линии. Ну, это да, конечно же. Такие, в принципе, все персонажи, которые на реакцию ориентируются, каким бы то ни было образом. Так, здесь в топе продолжается сражение Мирана и Бэйна. Это самое интересное, наверное, играть на саппортах в такой ситуации, да, ты пытаешься... Бэйн пытается прогнать Мирану, у него это как бы получается за счет Брайн Саппа, но Мирана в любом случае регенится неплохо и возвращается. Маэстро забрали снизу, но... Довольно легко, попытается те в размену, вряд ли он сможет здесь забрать без ста, просто пробивает его. Двумя кабанами, наверное, не лучше одеть даться. Но тут на самом деле смотрел за этим фрагом, сам Маэстро виноват. Зря быканул, как говорится, сверху. Сверху на Бэйна нападение, у Бэйна очень мало хп остается, мацуют в лесочке. Хорошо, кстати. Обманул всех, обхитрил. Но за это Медуза пострадает немножко, но получает урона. Зря здесь, мне кажется, без регенчика стоит. Хочет кинуть стрелу. Возможно, даже в Кату хочет попробовать попасть. Или в Мирану все-таки. Мирану... В Медузу, 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 да. Старшторма нет, к сожалению, но даже без него могут вполне себе... Забей сейчас Медузу, да, Медуза погибает. Неплохо. Казалось бы... А, Бэйн ушел помочь рунку подконтролить. Вот в чем проблема. Отлично, воспользуюсь ситуацией, там еще и DreamCoyle залетает сейчас на Эмбера. В Эмбера проблемки. Он под Сайленсом, ему никуда не деться, только в таверну. Да, все равно так. Кейс забирает еще один кин. Точнее, первый кин для себя как раз. Но еще один кин для руны. Вообще, вообще странно, что Бэйн так пошел забирать... Ну, пытаться контролить руну, потому что он отхилился флаской, у него был Brain Sub, Arrow был лоу-хпшный, и они могли даже попробовать забрать Мирану, нежели отдать Медузу. И вот это вот действие, конечно, оно очень сильно порешало. Но по Нетворсам у Рунетерс все, конечно, просто прекрасно. Очень печально все у чипсов. Снизу драка, кстати. Очень мало хп осталось у Бисмастера. Вынужден убегать. Бисмастер еще и кабанчиком и подфиживает немножко кунку. Поэтому кунку вообще сейчас очень большой. 3300, да и вообще ЕДК, о чем мы и говорили, что он будет просто на фрифарме. И Бэйн уже здесь. Медузу оставили одну, Медуза пошла уже Лесава фармливать Лизию. Линию в итоге верхнюю проиграли в салат, получается, парни из чипсов. И Arrow, понятное дело, здесь Медуза просто так не даст попармить. Будет сейчас еще и X-Pool подличивать что-то. Забирать одного крепочка, второго нормально. Так его Эмбера все плохо, на самом деле, после этого кила. Да. Вообще странная ситуация, учитывая, что Эмбер до этого вроде сделал соло-фраг, должен был вырыться вперед неплохо, но действительно его забрали и что-то по Нетворцам печальная ситуация. Бисмастер вообще ужас. 2000 Нетворц, у него пока только один шлем, даже не доминатор. И вот он тоже не знает, куда себя деть, где получить XP, чтобы шестой наконец-то появился. А в это время клаун соло разбирается с вышкой сверху. Но вообще ситуация катастрофическая уже, внезапно, я не знаю, 4000 это очень много. Преимущество. Таблетки. Стрела залетает. Бэйна сверху, но продолжение нет никакого. В боте таблетки подловили, все эти отвещения бросают, пока что корабль таблетки идет дальше. Вячеслав убегает, Вячеслав убегает, Эмбер, Эмбер пришел, баф сейчас будет, сейчас будет баф корабля, играем араблетиком, живем. И вообще, может быть, кунки кто-то еще пролетит на помощь? Я тут уже чуть ли не под Т2 избивают, так-то. Успеет ли еще разочек араблетиком сыграть? Да, успел. Но нет, нет, не отпустят, к сожалению. Ну, три героя все-таки. Ну, опять же, несмотря на то, что кунку забрали, вроде бы позитивный момент, но ничего полезного глобально, кроме фрага, не получат из себя парни из чипсов, да, то есть они не сломают ни вышку, не пойдут куда-то, не перетянутся, то есть в целом для кунки ничего не изменилось. Да, чуть-чуть подрос там имбирек, за счет того, что сделал фраг, но насколько огромные клаут уже, просто посмотрите. Клаут на линии уже чуть ли не Т2, кушат, у нее скоро появится блин, причем достаточно быстро. Слышу слип. Ну, и все, и Мирана просто убежит, два липа иметь. Да, да. Миране мы где-нибудь ассисты заработать, чтобы урну пополнить. Я думаю, с формой клаута попробуют что-то поделать. Ну, клаут как минимум начнет что-то делать активно по карте, вот когда блинк, да, фармит. Ну, и до блинка ему осталось там 580 голда, это прям очень мало. Там в это время на треугольник заходит сейчас с дес профит, получается слип, за дпшку уже выехали, Она может если не уйти. Да. Вчетвером, вчетвером уже забирают ее. Ну, он с другой стороны спалил стаки. Есть информация, кунка приходит сюда. Кунка, возможно, сейчас еще и разменяется под корабль, ничего себе. Возвращает обратно бестмастера. Бест погиб, вообще выгодно, очень размен. Они еще и левые, левые стаки забрали. Стрела еще залетает в Эмбера. Эмбер! Эмбер успевает. Дримко нажимается по двойню. Эмбер дальше никуда не уйдет. Сей 2000 рядом, хочет критануть, получается, это делать сон, как разогибает уже на былкин для хейза. Есть. Ну и Бэйн, дальше здесь, конечно, никуда не уйдет. И Вячеслав, смотри, еще и хосту ворует хейза. Как же так, бушвак? Вячеслав, кстати, тоже никуда не уходит. Режер прокатывается, и Вячеслав тоже погибает. Потихоньку. Сейчас тысячечка еще одна бой, да все. Рор, но это такой, 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 если бы сказал, ну короче, это финальная драка уже была. Во-первых, потому что сделали ультракил, забрали стаки, и это очень сильно сейчас откатило по Неверсу назад чипсов. Вот. И коэффициент от наших друзей собственно из Винлайн ярко об этом, об этом говорят, что уже 9 и 0 на чипсике, как говорится, и 1,02 на Рунетерс, Лау даже не собирался уходить с линией, ему, кстати, летит уже тот самый Блинг Даггер. Сноу, Митси Пенс Гриб, приходит вперед Бэйн, получается Алинас. Ну все, так себе смог. Хорошо, ладно, ладно, у вас есть смог. Вы хотели выйти под ультимейт Бэйна, но очевидно, Бэйнуд трудно дотянуться, нужно было выходить наверное под ультимейт Рора Бесмастера. И если Бесмастер до этого не отдал Рор в миде, а невозможно кого-то смогли бы поймать, но он его потратил. Какой смысл был идти неясно, а в это время вышка падает снизу и вышка упадет. Задинает, может быть, да, окей, хоть что-то, хоть какой-то плюс. Перетянулся Эмбер вниз, кстати. Хочет поймать, поймал Кунку. Хорошо, Кунка с кораблем. Пошел торрент. Ну, ребята, тоже какая-то агония, я не знаю, даже под вышку бегут. Сейчас перетяжка будет, да, сюда летит уже пак. На крест посадили Эмбера, под Саленс, вернули обратно, под Dream Coil, корабль летит. Эмбер? Эмбер? Эмбер сейчас может умреть. Эмбер умрет, а тут уже и Dragon Knight. Жесть. Это все, сейчас игра может закончиться, серьезно говорю, это кроме шуток. Кунка все еще продолжает жить, он под бафом, под армалитом, его не забрать. Уже минус 2, дисмастер каким-то чудом там выжил, белочка спрятал, суки, в лесах, или ее еще найдут. Там еще и доминаторного крипа дают. Нашли! Но это Хейс, он опытный игрок, но, я не знаю, 7000 на 12, конечно, развал полнейший по всем фронтам. Вот так вот нападать в Кунку не самый лучший. Да я, я изначально, я просто, как не самый хайммр игрок, просто со стороны смотрю, уже берусь за голову, что вы делаете, просто куда вы бежите. Остановитесь, как говорится, ну, как бы, по-хорошему, чипсы сами себя загнали в такую ситуацию, не было ни одной причины бежать вот так вот под вышку сейчас, пытаться этого Кунку забирать. Да, и причем Клауд очень хотел в центре спушить вышку, и он пытался, пытался, да, но потом понял, что за Кунку идут до самого конца и тпшнесса в этот момент. Там еще стайки есть, иншей, вот за иншей может еще подраться, маэстро, маэстро живет до конца, Клауд, станчик пошел, нет, маэстро все-таки погибает, Клауд. Ну, тут пока немножко аркадится, я бы сказал, парни из Рунитерс. Эмбер до конца, бежит, ну, ему даже машет уже, Клауд говорит, дружище, не в этот раз точно, вышка в виде падает. Он может задинать, как вариант. Ну, она так уже не особо решает. Она достаточно битая, но вот сейчас под второй заход можно попробовать поддинать, вряд ли ему дастся задефать. Пак отпрыгивает. Не, дефит, дефит, вроде. Но так много времени на это тратит и пространство отдают просто невероятный какой-то Рунитерс. Смог, вся карта. При этом они даже не фармят, они просто дерутся. Смог, атака на треугольник от Рунитерс. Заходит снова маэстро, видит белочку, говорит, здравствуйте. Саленс, Драгон Найт прыгает вперед и не успевает застанет никого, увы. А что, он получает фул контроль. Так, он есть, неплохо, пока рор, пока так забрали, ну, что-то как перенаглели. Ну, как говорится, не без косяков. Не без косяков. Вообще, грамотный мув был по идее, но почему-то кунка не ворвался. В итоге здесь подставляешь еще Дес-Профита. Дес-Профит сейчас умрет. Сейчас, как-то заливная идет. Подожди, Эмбер так. Подожди, Дес-Профит. Дес-Профит все еще живет. Сейчас вернут Эмбера обратно под корабль. Ой, стерла Бэйна. Слив спасает. Сомпи. Но тебе 2000 здесь не отпускает никуда. Крест через 2 секунды и не успевает. Уходит Эмбер. Ладно, немножко, немножко подзалили, как говорится, парни из Ронитерс бывает. Выход на треугольник, конечно, был очень плохой. Но! Но! Стоит заметить... Ой, Белочка сейчас умрет. Нет, закидывать себя неплохо. На ХГ. Да, не привязал Эмбер, кстати. А, ситуация для чипсиков так-то более-менее. Если что, после всех этих разменов самое главное то, что Медуза фармит. Медуза по Нетворс очень даже хорошо вырвалась вперед, если посмотреть. У нее уже почти готовая Монта Стайл имеется. Но после этой треки, да. Вышку пытается в Миде добить. Сейчас буквально парочка удара и вышка падает. Все-таки окей. Но продолжает давить. Продолжает давить. Все равно это понимает, что нельзя останавливаться, нельзя отпускать не Медузу, нельзя отпускать Эмбера по фарму. Тем временем был коэффициентом самый 10,0 от наших друзей из Винлайн. Но он немножко изменил сейчас 9,0 снова на чипсиков и на Рунэкерс 102. Выход на треугольник. Ой, выход в лес. Выход в лес может быть. Ну, пока так. Они готовятся, видимо, как-то проверяют территорию скажем так, перед выходом в лес. Вячеслав здесь находит опсик. Снес его. Сомпи. Сомпи БКБ сразу. И вот БКБ Нембер Спирити может, конечно, какие-то некоторые проблемы исправить, да, ты сможешь там против Бака драться, не бояться Драгон Тейла, торрент корабль, который пока что очень много дамажит этих героев. И АБКБшки это, конечно, хорошее усиление будет для чипсов, но на них дожить надо. Поймали здесь Неспрофил. Стрела залетает, но ДПшка не выживет. Здесь слишком много дэмэджа. Кунка залетает, сломал вард. Нормально, в принципе. Ну, стоит отдать должное чипсам, они огрызаются, они не расстраиваются вообще по поводу начала игры, то есть ситуация для них играбельна все еще. Несмотря на то, что они всю линейку товаров забрали, Медуза прям отлично себя чувствует. Медуза продолжает расти. Если вы сейчас с блинками еще один смок не разобьют у нас ровные торсы и не сделают фрагов, то ситуация вообще нормализуется по метарсу. Забирают так спокойно тавер на самом деле лечиться. В это время рунэйтерс особо-то ничем они не занимаются, они вот заходят в лес, но вот только, наверное, то, что лес будут контролить, как-то неприятно. Не, ну, они-то два хотят забрать сверху, там драгонайт уже, у него есть шард, есть блин. Есть перетяжка наверх, кстати, Бэйна видят, видят Бэйна, Бэйн получает станы, и Бэйн сейчас может погибнуть. Но при этом эмбер залетает, Маэстро, сифончик пошел, Бэйн очень долго жил, при этом Мирана может погибнуть, Мирана живет до конца, Мирана погибает все-таки, но эмбер также в размен пошел из-за тримхойла. Маэстро идет дальше, Рор приходится в него отдавать, хотя, на самом деле, насколько это нужно было, учитывая, что Клауд прыгает дальше, и вот он, Маэстро с экзорцизмом, крест есть, шторон, корабль даже просто отдают, минус без мастер, ну и вот так вышка точно упадет. Насколько нужно было так, на самом деле, залетать, Бэйн очень как-то в маглую, пришелся вам, видимо, не ожидал, что в лицу именно находится противники Клауд, пытается Вячеслава найти, Клауд по деревьям, но, все от уходится. А там Хейс, Хейс нашел его, ух, второй раз уже этого Вячеслава находит в лесу, да как же так, не добивает, или нет, Вячеслав? Мммм, да, сожгли нос, опять же, отличная драка, очередная. Ну то есть, даже несмотря на то, что те, ой господи, те идут еще, несмотря на то, что руны, допускают, ну достаточно грубые ошибки, да, вот, посмотреть даже на тот заход на треугольник, в целом, игра у них под контролем, видно, когда они вместе собираются в пятером, все получается. Но, не списываемся счетов Медузу, Медуза реально может. Медуза может, Медуза большая. Вся надежда на нее, для чипсов. Ну, в 22-23-й, тескаде будет, мне кажется. Если примерно так же будет фармить Медуза по такому же руту, треугольник плюс 2 компа, то вполне можно добраться до скади довольно быстро, еще и пачка там есть. Ну, в принципе, бот линию отдали, то есть, Медуза постоянно покушает эту линию. паку Инвизи сейчас может ворваться, там, либо Белочку поймать, либо Бессмастера вдвоем с Драгонайтом. Вполне себе. Тут Кунка просто еще неподалеку. Белку, белку нашли, да. Эру. Забирает в итоге этот килл. Юл. Практически умираны. Такая неприятная шмотка. Ой, Юй, Юй, Эмбера поймали. Эмбера поймали, он пытался как-то задолжить дэм, что торрент ведет и салит, прилетает, минус сонки. Он пытался до стрелы или до какого-либо контроля выйти из дрейнера. Ну, такое в итоге у него, видишь, откладывается тайминг блокинг-бара после этой смерти еще дальше. А за это время, скорее всего, я вышку в миде заберу сейчас Т2. Рунетерс. Я думаю, сейчас кщицы просто молятся о Скаде. Потому что это единственное, что может сказать. Скаде, да, да, но опять же, если Крашану Скаде появится, будет классно, но судя по всему, не появится. Да, я так понимаю, потому что в сторону Рошана вроде как уже выдвигается Рунетерс. Да. Интересно без экзерцизма или все-таки с Экзерцизмом могут спирать? Да, вроде и так справляются пока. Да? нет, сутки жмут. На всякий случай. Ну, вдруг сейчас придут драться, как бы лучше быстрее забрать этого Рошана и спокойно переместиться на нижнюю линию, как раз линия запушена, и пойти забрать последний внешний тавр и уже думать на тему того, как зайти на ХГ, наверное. Аэггис, забирает Хэйз для тебя, нитей 2000, кстати. Когда липаку. Хотя, наверное, в каком-то плане Кунки. Кунки, наверное, не особо-то и нужно. Я бы вообще, может быть, Драгонайт какому-нибудь отдавал, как вариант, что он, потому что он, скорее всего, вперед пойдет. Ну, пак он более такой аркадный, если там поймаешь какой-то рор, ультимейт бейна там и так далее, то, по крайней мере, у тебя будет второй шанс, так сказать, у Саэгиса. Пытается подсплитить. Нас заняли лес, чипсики, и Манта Стайлом отпушивает неплохо линию Медуза. Идеял сам уже сюда подходит, спушивает пачку. Но они, возможно, даже в тавр пойдут, потому что, почему бы нет? Или нет? И убивает телепорту Клауда и уходит. Искать и появилась очень быстро на самом деле. То есть, это прям очень хороший тайминг, но вопрос в том, насколько сможет реализовать Женедуза. Спасет ли это? Ну, наверное, при защите ХГ, да, это может решать. Потому что сейчас пытаются уже искать ауты какие-то, внутр, чтобы на ХГ зайти. Видео Хейза, Миро, забирает. Орла. Ястреба. Ястреба. Орел и Австров, не велика разница, как говорится. Что тут летает? Что тут летает? Медик. Поймали. Пока бы нет. Пока бэшечки-то все еще нет. Пошел слив, стонгейс, стонгейс, драться не надо. Пак, вот собственно, ягис выбил. А это не пак, простите, это даст профит, это даст профит. Окей. Как-то такой себе врыв получился от Роны и Торсы. Бкб уже появилась у Сомби. Это еще не конец, это еще не конец. Там Сентри есть. Ой, в хорошей позиции сейчас Бэйн, но его, скорее всего, сотрут. Он должен погибать. Рор залетает, пак, минус Аегис, но он вернется обратно. Бкб, вот раз есть у Эммера, за счет этого можно подраться. Бафф на себя накидывает Кунка, врывается ДК, неплохо, но Белка кастует свой ультимейт в Мирану, Мирану успевает у Финолипия. Медуза настреливает больно, Эммер надо забрать, Эммер погибает, то с Медузой как бороться непонятно, нужно убегать. Нужно бежать, и Клауд здесь тоже погибнет, на самом деле. Ну, такая драка, опять же, выбили Аегис, еще она продолжается, тут Медуза пытается зафокусить, все-таки, экзорциз пошел, он постоянно нажимает, да Ялз, Маэстро просто погибнет, Маэстро, 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 Маэстро живет до конца, мы все погибаем, экзорцизм отдал, Хейс пытается забрать, мелко забираем, но ялз, сами проиграем, они сейчас отдадут игру, они реально отдают эти 2000, так, Хейс, не успевают идти на или же Риорб, остается здесь, Хейс, его поймали, но сейчас или же Риорб, есть, Аркейн руны, конечно, очень трудно бороться с паком, уходим, но с паком-то 700 урона и как бы все бегали вообще в драки перед ней как на блюдечке, Медуза даже особо ничего не делала для того, чтобы бить, просто нажала кнопку, момент произошел, странный, причем, они драку саму по себе проводили не очень хорошо, там, чипсы, потому что дали Рор и дали Финсгрип в паковой Эгис, то есть, если бы они дали еще хорошо эти кнопки две, возможно, драка вообще была бы просто лучшая для чипсов, так, ну, более-менее выбили Эгис, остановили вот этот вот, вот эту машину в виде Рунитерс в плане Непресса, теперь можно играть, теперь можно от Медузки отыгрывать, и Кристалис появился сразу же, что-то с Медузой действительно нужно придумывать, а что придумывать тоже особо ясно? Да, непонятно, мы говорили о том, что если игра перетечет, хотя бы лайт уже будут проблемы, уже легкие проблемки намечаются, пусть и 9000 перефарм, но это все временные трудности, как говорится, а давление остановилось, самое главное, вот Рунитерс, ждем, не знаю, ошибок, ошибок от команды Чипсы, в первую очередь, если Рунитерс хотят победить, ну или как-то переграть их, на каком сильном уровне, пока мы видим, что в столкновении 5 на 5, у них не очень получается, а выход на вышку снизу сейчас будет, от чипсов, а второй доминатор, имеется доминатор, имеется в пкб, а эмбер спирита, которая 8-секундная, все еще, смолк, смолк поздновато, попытается, возможно, на перетяжке кого-то поймать, еще ему лэш шадуу прожали, сильверейдж готов, фукунки, эмбер улетает, медузу бы забрать, вот медузу бы сейчас забрать, было бы круто, стан будет от ДК, поймали Бэйна, Бэйн, должен погибать, эмбер возвращается обратно, ну опять в том гейсе, опять драться мы не можем, лаут БКБ даже нажать не может, погибает клаут без БКБ, без прожарения, хейс забирает таблетки вновь, Бэйн байб бэкнулся, бежит уже сюда, крест на Медузу, Медуза, ну а какое, все равно продолжение не будет никакого, то есть бей не бей, вы не можете пробить, нужно уходить, привязали сюда вернулся, еще есть, да, стучите тысячи, кританул, Вячеслава забрал очень быстро, Медуза продолжает работать, пытаться по кунке, кунка уходит от ДП, а вот так драться, на самом деле, так же проходит, Дэдпрофит много дамажит, много дамажит Медузу, и Медуза погибает, скорее всего, здесь, и Эмберд Филипт так же отлетает, вот ошибка, просто драться под, грубо говоря, под экзорцизмом, без фокуса, да, 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 надо было сразу отступать, после того, как закончился Стонгейст, Стонгейст, это самое сильное, что есть сейчас в наличии у, у, чипсов, да, как только вы потратили этот ультимейт, очевидно, нужно отступать, даже отдавать, если саппортов туда, хоть ты и видишь, что там все биты, у оппонента, но у тебя реально нет главного ультимейта, не было ни одной причины титраться, во-вторых, у Эмбера не было уже Букинг Бар, который все еще в КД, то есть, ну, очевидно, выживать было сложно, это ошибка, да, правда, но и за эту ошибку не попозиться, скорее всего, вышка в миде, может быть, даже Бараки успею изобрать здесь, Ой, Мирана впитал в себя просто. Чего он нажал лип, и потом липился сразу назад. Неплохо, неплохо. Ну, вышку палоке, это три. Все равно драться с Медузой тяжело, если нет экзорцизма, и вот Медуза находится в хорошей позиции, ее ничем не пробить, то есть, Кумка пока, он неплохо дамажит, скрита с Сильвера, но это все такое, это вот одна тычка, если Медуза это все дело переживает, и все остальные персонажи, что самое главное переживает, то чипсы могут драться, чипсы могут драться. Кирасу хочет Эмбер Спирит. Нет, теперь Гем. Хотел Кирасу? Ну, как-то. Вообще интересно, Баклер на Эмбере. Это, по-моему, не самая частая шмотка, которую притает Эмбер Спирит. Хотя, мы помним и с Башером, да, и с чем-то еще с Медасом. Но это хотя бы хоть как-то себя оправдывало в ситуации, когда тебе нужен контроль, да, какой-то, пусть и не стопроцентный, но все же шанс этого есть, он не нулевой, но Паклер, это, конечно, интересно. Садим к броне, ну-ка. Бронированный Эмбер Спирит. Ну, я не знаю, может быть, что-то будет из него собирать в будущем, там, Кирасу тоже, как вариант. Кирасу тоже бис мог бы собрать в теории. Тоже Кираса для Эмбер Спирита? Что ж такое? Нет, ну тут уже, опять же, игра в первую очередь строится у чипсов, да, от Медузы, чтобы забафать ее максимально, задебафить оппонента, так что, Эмбер здесь уже не как кэри выступает, а как такой сэми, саппорт, третий, там, я не знаю, слово, как бы так. Ну, потому что Нетфорс ему не позволяет, очевидно, играть в того Эмбера, который тебе, ну, который будет наносить много урона. Здесь он просто делал все возможное, чтобы Медуза больше наносил урона, это правильно. Проблема в том, что это все в драке будет краткосрочной перспективу, потому что заканчивается стонгей, заканчивается БКБ, вы умираете. Вот это вот неаккуратный мув от ДП, но умрет. Но, минус ультимейт Бэйна, с другой стороны. С одной стороны, да, смейт Бэйна минус, но при этом в Хейс сейчас главное, чтобы не поставился, 20 секунд Рошана. Они просто под Рошану это все делают, ДД в бутылке лежит у Медузы, поэтому нужно быть аккуратным в рон интерсу. вообще, это неплохой мув по итогу был, потому что ДП успеет вернуться, под Рошану точно. Экзорцизм у нее есть, а у Бэйна уже ульты нет. Уф, я живет. Разбирают Тирадин Тавр, все делают для того, чтобы это в Рошана контролить. Но это скорее всего получится делать, хотя Хейс тут тоже спушит качку довольно быстро у Хейса. Вообще-то, он есть. Будет пытаться взрывать и тот же самый Бэйн, которого можно взорвать с до гончика. Не долетает стрела, кстати. Ну и начинает бить Рошана, при этом без Медузы. Ее Ташана просто голем. Ну вот сейчас смог мы лошедову в атаку? Или просто смогу так? Отступают пока что из Рошпита, страшновато. Мы видим, что побаиваются немножко сейчас Чипсы, но их обходят. Руны перст, неплохо. Спин могут выйти, да. Там суперклассно. Хейс под угрозой находится. Мимо прошел, окей, не нашли его. Затишье перед бурей такой прям. Ну да, да, да. Не прочитай, не читая, так вообще, что чипсы вообще не читают, где понятно находится. И тут, ой, там, да, опасно. С Медузой лучше сейчас не драться. Очень быстро развалится, очень прям, моментально развалится. Да, походу. Да. Миллс Рошар. Хейс? Шартик еще забираем, Медуза. Я бы сказал, сейчас очень хороший шанс на камбэк полноценный в этой игре для чипсов с этим Эггисом, с шардом, пойти, забрать вышки и так далее. По экономике отыграют очень много. Заходят в тройку. Топ, Крепскиппет, пытаются Рунэйтерс, при этом не выходя из смока. Но Ката, Ката едет. Можно откат сыграть. При этом Сомби вернулся в мид, Сомби поппинговали, то, что он вернулся. Монлайт есть, Сомби будут ловить, но Сомби уходит, потому что был скан. Жесть. Ну и макро... макроигра, конечно, у нас пошла. Казалось бы, с таким-то стартом. Ну, сами довели до такого, опять же. Все преимущества, которые есть сейчас у Рунэйтерс, оно будет сходить на нет потихоньку. Если, опять же, ой-ой-ой-ой, грубкой ошибки не будет, пак врывается, стрелаги по кому не попадают, пытаются просто не дать сломать сейчас строение по максимуму. Крест на кого? На Эмбера? Эмбер. Уж ты, что же, Ментуза, с Сильвереджи бьет голем из своего. За что ты вот так? Так, ну, клауд вообще форму нажал. Надо продолжать здесь стоять, оборонять эту вышку. Да, тишина возникла. Некоторые в игре. Ну, да. Кстати, слышал хорошие новости. Какие? Если кликнешь по баннеру подрастаться от наших друзей из Винлайн, поручит 2000 рублей на фрибет. Так что пользуйся? Просто прекрасные новости. Прекрасные новости. Соби. Не ломит. Пока. Эру. Еще один крипский. Крипский работает, но вспышка-то падает. Потому что так дорано не имеется. Ну, что сказать? Опытные, опытные. Видно разницу в опыте сейчас между командами. Опять же, в плане макро отлично действуют парни из Ornithers. Заставляя стягиваться на базу, просто тянут время. Нам доза улетела, приходится возвращаться обратно. Эмбер забрал. Еще один смог. Монта Стайл прожимает. Медуза. Будет отпушивать линию. При этом в боте находится уже Бэйн. Возможно, будет попытка кого-то поймать. Но Линкен Сфера имеет суте и 2000. Должен это проконтролить. Бэйн. Так, снял Линкус. Найтмар пошел. При этом Бэйну очень больно. Бэйну могут забрать, но Эмбер Спирит уже ворвался в Мирану. Получил стан. Мирану очень быстро забрали. Неплохо. Рор в себя ждает. И Клауда в Висмастер пытается драться с Эмбер Спирит, Аклоса будет пытаться в поконке работать. В теме, Медуза собирает Клауда. Еще один байбэк идет от Худвинка. Эмбер Спирит без БКБ. Нужно улетать. Эмбер очень больно. При этом Медуза расстреляет Клауду. Клауд погибает. Еще и Бэйсмастер у нас отлетает в таверну. Медуза дальше пытается идти драться с Паком, но, похоже, очень далеко снесли вышку. Но выбили два байбэка просто буквально практически ни за что. Ну, потратили экзотерсную форму. Нет, не только два байбэка, плюс еще Евушка снесли тактов в плюс по итогу подрались для себя Рунэтерс, как ни странно. Да. Возможно, стоило отдавать Оегу не Медуза, а Эмберу в этой ситуации. Ну, то, что Оега бы сейчас на Эмбере очень хорошо пришел. Во-первых, и Медузе было бы проще, да, в драковой тике. И это уже сложновато забирать, объективно говоря. А вот Эмбер достаточно ватный, и мы видим, что его прям стирают. Так, Эмбер, в принципе, да, он ватный, он, мало того, что он ватный, он ничего, он какого-то импакта жесткого не вносит. У него нет молний, чтобы дамажить, у него нет Спирит Весел и Юлу, чтобы как-то контролировать героев. У него, в принципе, ничего нет. То есть у него одно БКБ, он просто может только идти вперед и дамажить щитком, и все. Это печаль, когда у тебя такой Эмбер. И последнее время мы очень часто видим именно такое исполнение на Эмбер Спиритах. Я не к тому, что какой-то там игрок или что-то такое, просто именно Эмберы, они теряются очень часто. Не, мне кажется, здесь именно в первую очередь все разница в игроках. Если честно, уж простите меня, но Хейс посильнее выглядит в моих глазах, нежели... Ну, Хейс, да, Хейс крутой. Красиво. Нежели Мидер от команды Чипсы. Возможно, возможно, я еще как бы поверхностно познакомил с этой командой и потом я поменяю свое мнение, но, как говорится, мне не впервые переобуваться. Все нормально. Пока, если честно, игра не... Ну, не блещет чем-то сверх таким эстародинарным. Это да. Это... Понятно. Медуза забирает пачку, будут по Тир-2 Тавру работать, но Руннитер сразу пингует на Тир-3. Хейс прилетает сюда, откушит линию и Медуз боится. Хотя, казалось бы, есть БКБ, даггер. Но нет, ни одной причины перетягиваться от 1-2, когда можно попробовать забрать Т-3 у врага. Вот прямо сейчас. Линку сбивают. У нас Лип, но там Крест и возвращается обратно Кунка. Перетягивается вся команда, перетягиваться должна уже вся команда по идее чипса на свою базу, потому что здесь экзорцизм и вышка может упасть. Есть Глиф, конечно, но Глиф не жмется. Стан залетает Бэйна, стрела тоже, торрент туда же, Бэйн сейчас умрет. Бэйн погибает. Но есть Бэйбэк. Хейс прыгает дальше, Рор пошел, будут пытаться ТП-шку забрать, ТП-шка, ТП-шки больно, ТП-шка погибает. Гем отдала. Неприятная ситуация, конечно. Гем это плохо, но с другой стороны выбитый Бэйбэк. Да, забрали Барак в это время в медиа, смотрю, забрали Т3. И все еще не конец, Клауд может ворваться здесь сейчас со станом или на Кунку, например. Ой-ой-ой-ой, бэйн. Крит, бэйн. Дизарм. Все, отступаем, пережидаем Стонгейз. И вторым темпом, ой, еще и стрела залетает в Бэйсмастера. Бэйсмастер, дружище. Ну, это, ГГ. Внезапно, если честно. Риск и неожиданный, да. Ну да, потому что драться нечем, по факту. Первая сторона падает, вторая тоже упадет очень быстро. Кунка ломает уже знатно с Кирасой. Бэйс прыгает за Эмбером, Дримпойл цепляет, БКБ пытается Эмбер нажать как-то жить с Омпи, но он рвет Пойл и погибает при этом. Медуза в дизарме в БКБ уходит просто на фонтан и вторая сторона падает. Не получилось вообще хотя были близки. Да, нет, правда, остается последняя сторона, бэйбэков ни у кого нет. Может быть, еще какая-то драка будет, но что-то как-то Медуза смотрит на это все дело грустно, говорит, блин, ребят, ну как же так. Все было хорошо, но вот последнего файта, на самом деле, снизу, когда у тембера забрали и заставили сделать бэйбэк, более-менее все было. Даже несмотря на то, что они проигрывали, ситуация была вполне себе. Могла бы стать, так скажем, выигрышной. После этого и после этой драки уже, конечно, шансов было. Минимальное количество. Ну что ж, мега-крипы пока не сдаются, но тут форма очередная откатила у драга на это и можно спокойно продолжать пушить Т4. Там 30 секунд до экзорцизма и под экзорцизм по форме точно заберем. Т2 тысячи выходит в Сидвередже к ретану по Пэйну. Минус Пэйн. У него еще прилетает Дезар по Медузе, при этом погибает. Вячеслав под Т4 дает пытается драться. Один против всех, Медуза бьет. Но Николай заберет, скорее всего. Кейс. Кейс далековато. Но Клауд был как Инхейл. И в любом случае, Медузу под Фонтаном, скорее всего, вот пытаться забирать. БКБ нажимает, ее еще стопят. Да стесите, что бы... Ну, могут себе позволить поаркадить. Ну, как бы, ты же понимаешь, что у тебя игра выиграна. Шансов на камбэков ноль у оппонента. Под Фонтан сходить. Почему бы и нет? Ну, что ж, падает трон. Гагарь все еще не пишут. Чипсы борются, как пищевые. До конца! До последнего чипсика в пачке. Знаешь, когда ты кушаешь? До последнего. Вот эти самые нижние крошечки. Да-да-да, самые такие вкусные. О! Как итог. Ну, как итог. Первая карта за Рун Итерс. И это предсказывали наши друзья из Винлайн. Да и в целом мы тоже понимали, что коллектив-то суперопытный. Поэтому против такого коллектива бороться команде, которая только пришла из открытых квалификаций, ну, довольно тяжело. Хотя чипсы проявили характер в самом конце. За что им, конечно же, респект. Ну, я бы не сказал, что, по крайней мере, чипсы выглядят командой, как, ну, просто ребята пришли порофлить и, ну, не знают, что делать. Драфтят они неплохо. Вот реально не хватает немножко координации в действиях и каких-то хороших макро именно перемещений. И в целом уже ребята, я думаю, что могут бороться на достойном уровне здесь. Посмотрим, что будет на второй карте. Да, да. А пока небольшая пауза, после которой мы как раз вот эту великолепную замечательную вторую карту и будем наблюдать.